Всем привет! Посмотрите, какая красота! Камелия! По-моему, я уже показывала или я видела, не выкладывала. Купили мы. Наверное, я выкладывала в ТикТоке. 1 марта. Сегодня 2024 года. 1 марта. Мы привыкли, что начинается наша календарная весна. Но в Нидерландах это не так. Но, тем не менее, вот такая красота 1 марта. И, к сожалению, 1 марта сегодня и не только сегодня, а мрачили и раньше, когда убили Владислава Лисьева, например, тоже 1 марта. По-моему, это было начало политических убийств. И это было в 1995 году. Почти 30 лет назад. Ну, наверное, молодые люди, да, новое поколение не помнят и не знают. Ну, то, что не помнят, это понятно. Ну, вот и не знают. Но наше поколение очень хорошо помнит это потрясение. И хотя это уже был не Советский Союз, да, и жила я в Украине, но было сильное потрясение. И вот потом последовали следующие, Политковская. Господи, кого еще только не было, многих мы и не знаем. И вот теперь Навальный, Алексей Навальный. Ужасно это, конечно. Мало того, что убили, и теперь еще так измываться над родными, над телом. И это та страна, да, которая говорит о скрепах. О каких скрепах вы говорите? Отдайте хотя бы элементарную дань уважения покойнику. Ужасно это, конечно, все. Можно по-всякому думать и говорить о Навальном. У каждого свои мнения. Но дайте человека похоронить. О, мое искреннее соболезнование. Конечно, это песчинка в океане. Ну, искреннее соболезнование всем родным и близким Алексея Навального и тем его друзьям, сторонникам, и тем, кто сейчас переживает горечь утраты. То, что Навальный был необычным, да, особенным человеком, неординарным, отважным. Конечно, многое мы не знаем и, скорее всего, не узнаем. Но то, что это был особенный человек, нужно отдать должное. И то, что он хотел перемен и боролся с этим режимом, с этим, не побоюсь этого слова, фашистским режимом, диктатурой, властью, маньяка, мародёров, бандитов в России. У меня отписалось в последнее время несколько человек. Не знаю, из-за чего, что они увидели. Но это всего несколько человек. И хорошо, что отписались. Я два года назад, после того, как Россия напала на Украину, вероломно напала. Я тогда ещё в своих видео сказала. Как мне не жаль. Но мне не жаль тех людей, которые считают войну правым делом, и которые находят оправдание этому вероломному нападению на независимую страну, никем не придуманную, а которая была гораздо раньше этой надутой империи. Вот обижайтесь, не обижайтесь. У меня очень много россиян, друзей, знакомых. У меня там даже родственники живут, но которые с первого дня, как я уже говорила, этой вероломной войны не отреагировали никак, даже какой-то эмоции не прислали. Но это их дело. Они мне сами как-то говорили. Каждому по их делам воздастся. Очень жаль, что пока не побеждает добро, а пока терроризирует весь мир зло, мракобесие. Сначала не отдавали тело матери, теперь не дают тело, не выдают из морга, не дают человека по-человечески, по традициям той страны, той веры, человека похоронить. Но я восхищаюсь теми людьми, которые в Москве всё же пришли проститься с Алексеем Навальным. Держитесь. Я думаю, что всё равно добро победит. И не только думаю, а твёрдо уверенно и верю в это. В этой мерзкой, подлой войне победит Украина. Здравый смысл, добро, мир. А эти маньяки, убийцы, они все понесут наказание. И те, с чьего молчаливого согласия это всё происходило, по делам вашим вам и достанется. Светлая память Алексею Навальному и всем другим борцам за справедливость и правду, которые положили свою жизнь за мир. Светлая память и Царствие Небесное.